Друзья, всем привет! С вами Никита Дилой и мы продолжаем нашу любимую карьеру на карте свопа агро. Итак, друзья, что у нас происходит на нашей ферме? Во-первых, седьмое-восьмое поле. В прошлый раз мы собрали отсюда хмель и, соответственно, сейчас готовим это все дело к посеву. Понятно, GcB работать не хочет или хочет. В прошлый раз она не смогла нормально развернуться с этой удобрялкой. Соответственно, здесь идет удобрение. Сможет? Ну, слушайте, сейчас нормально все прошло. Короче, здесь идет удобрение, плюс еще, как мы видим, нуждается во вспашке. Соответственно, сзади вон едет наша любимая Вальтра. Она едет с чизель-культиватором, соответственно, будет перепаха на это поле. Ну, все мы знаем, что чизель, он может заменять все это дело. Также у нас закончилась уборка 31, 32, 33 поля. Здесь, соответственно, на готове стоит джоник, который будет сюда, в общем-то, сеять. Сеять я буду, по-моему, ячмень я собирался. Что у нас там загружено? Да, ячмень у нас в сеялке загружен. В общем-то, он ждет своего часа. Когда доудобряется седьмое поле, я поставлю удобрялку сюда. И, соответственно, вслед за ней пущу джоника, который будет это поле сеять ячменем. В следующей серии у нас будет большое-большое поле ячменя. Да, время, кстати, с прошлой серии я не мотал, как обычно. То есть у нас только закончилась уборка. И вот, в общем-то, продолжаем отсюда. Соответственно, пивзавод наш не построен. Давайте, в общем, метнемся сюда и посмотрим, как тут дела обстоят. Ничего, в общем-то, толком не изменилось, да? А, кстати, да, при перезапуске игры надо начинать стройку заново. А, я про это совсем забыл. У меня аж фейл случился, я же не сохранился. Поэтому я все заново делал. То, что в прошлой серии было, я все переделывал, короче. Потому что я идиот, и я тупо забыл сохраниться, когда выходил из игры. Так что у меня было еще много веселья вместе с силосным комбайном, с темой и так далее. Короче, пивзавод, только началась стройка. Мы им пока пользоваться не можем. И, друзья, в общем-то... А, кстати, что забыл сказать-то? Я взял контрактик на третье поле. Тут у нас растет пшеничка на третьем поле. Это не наше поле. Я, в общем-то, взял контрактик, чтобы ее убрать. Подзаработаем баблишко, плюс пшенички продадим. А если тут много лишних будет, я, может быть, даже ее это самое... Я сейчас курс плечик замутил. Тут рядом возится на овощебазу. Если я перехвачу тот момент, когда она уже продаваться будет, если много останется, мы это все делаем на сепаратор. Здесь он рядом находится. Перекинем на сепаратор. И, в общем-то, пускай очищается, почему нет. Вот так вот. И, друзья, смотрите, еще какая штука есть. Бандарный цех. Производственная группа свопа агро. Соответственно, здесь у нас сделаются бочки. Правда, эту хреновину я еще не купил. Давайте, может быть, купим. Она, вроде как, 1050 должна стоить. 106. Ну и ладно. У нас есть эти 106 тысяч. Соответственно, наша задача сегодня это дело запустить, чтобы к завтрашнему дню. Точнее, не к завтрашнему, а я два дня мотаю. В общем-то, к следующей серии у нас здесь появились бочки, которые понадобятся нам на пивзаводе. Потому что именно в эти бочки будет квасок. Квас, да, туда будет упаковываться. Или, не знаю, короче, как это называется. Ну, упаковываться, наливаться, короче. Да, так что нам это дело сегодня надо запустить. А также, друзья, я это собирался сделать в прошлый раз, но не сделал. Потому что задолбался, времени не хватило. И все такое прочее. Мы собирались продать лавандовое масло. У нас его тут 200 кубов. Сейчас остановится производство. Уже лишнее будет. Вот этот, кстати, поддончик. Это я вам показать его достал просто. Соответственно, 200 кубов, то бишь 100 поддонов, мы можем сегодня смело продать. Давайте посмотрим, во-первых, куда. Это же самое интересное. И сколько мы за это дело выручим. Где это сраное? Вот оно, лавандовое масло. 9 500 транспортная компания. Как и в прошлый раз, да, ничего не изменилось. Соответственно, 5 этих самых, 5 рейсов надо сделать. По 9 500, кстати, если продавать, то это будет почти лям. Какой почти лям? Это если бы мы 100 кубов продавали. Или нет? Или я что-то опять напутал в своих подсчетах. Боже мой, что у меня с математикой? Да, все правильно. 2 ляма мы примерно получим. Чуть меньше. Если бы по 10 000, то получили бы 2 ляма. А так по 9 500, соответственно, чуть меньше, чем 2 ляма. Но это все равно, это дохрена бабла на лавандовом масле. Сколько 4 дня заводик поработал. Вот тебе, пожалуйста, куча бабла. Давайте, в общем-то, начинайте работу тогда. Соответственно, для продажи всего этого дерьма нам понадобится наша любимая Scania. Она у нас с автопогрузкой. И за это мы ее любим. Точнее, прицеп этот с автопогрузкой. Поэтому мы эту самую автопогрузку включаем. И сейчас будем создавать здесь поддоны с лавандовым маслом. Их тут 6 штук сразу можно... А, понятно, они по 3. Ну, хотя бы по 3. В общем-то, это все равно все быстро происходит. И вот мы нагрузили первый прицепчик. 20 штук. Соответственно, повезли все это дело на транспортную компанию. Там нам заплатят кучу бабла. Я, правда, не знаю, откуда у них столько денег. И нахрена им сразу столько лавандового масла. Но, в любом случае, они готовы у нас его купить. А нам какая разница на все эти проблемы их? А вот и наша транспортная компания. Вот эти ребятушки готовы у нас с потрохами забрать все вот это эфирное масло. И давайте мы его им продадим. Разгружаем. И сейчас мы вот так вот проедемся здесь. И оно начинает высыпаться со всей силы. А нам капает бабло. Причем с невероятно огромной скоростью. И 380 тысяч у нас за один прицепчик получилось. Ну да, миллион девятьсот. Мы с этого всего дела срубим. Без проблем. Эх, друзья, хорошо же, когда есть видеомонтажик, правда? Я вот могу вот покататься за кадром. А вы не будете за этим всем дерьмом наблюдать. И в итоге увидите только самое интересное. Короче говоря, я привез сюда все эфирное масло, которое у нас было. Еще четыре прицепа. И поэтому давайте его сейчас по-быстренькому продадим. Во! Еще 380 тысяч привалило. И у нас на балансе в итоге миллион девятьсот семьдесят пять. Боже, обожаю, когда такие цифры нормальные. Кто, кстати, еще обратил внимание, там выскакивало 21% доставка на поле 3. Это второй прицеп заполненный поехал. Первый был 10%. В общем-то, получается, что-то около шестисто кубов нужно отвезти с третьего поля пшенички. Это, кстати, много. Тем более, что там вряд ли же удобрено все, типа, вспахано. Ну, короче, в хорошем состоянии поле-то вряд ли находится. Да, оно вообще ни разу не удобрено. И там шестьсот кубов пшеницы, это много. Замечательно. В общем-то, лаванду мы продали и погнали заниматься тогда бандарней. Итак, друзья, соответственно, бандарня. Что нам тут надо? Сюда нужно привезти, как и на все пилорамы, бревна и биогаз. Биогаз у нас есть, бревна их у нас нет. Но у нас есть лес, который мы можем попилить. Правда, попилить его нечем, поэтому погнали в магазин. Что нам нужно в магазине? Во-первых, нам нужна вот такая вот хреновина, которая может пилить деревья. Мы ее всегда берем в аренду, потому что жалко на нее денег. Мы не так часто ей пользуемся. Короче, арендуем. Ну, она действительно дешевле ее арендовать. Мы ее сколько, третий раз берем? 60 тысяч на нее потратили, по сути дела. А не 400. Может, еще пару раз возьмем, но это пару раз будет. А также для того, чтобы перевести эту хреновину к нашему лесу, где мы будем все пилить, нам нужен низкорамник обязательно. Поэтому его мы тоже берем в аренду. Красить не будем, хотя я обычный оранжевый цвет делаю, но хрен с ним. Также, друзья, нам понадобится ман, точнее сканер. Для того, чтобы это все дело возить, она у нас есть. И нам понадобится еще прицеп, который возит бревна. Он у нас, собственно, тоже есть, купленный. И вообще стоит он уже на месте, где мы будем пилить деревья. Потому что я молодец и решил вас не мурыжить с всякой ненужной информацией. Короче, давайте грузить скорпиона-то на нашу платформу. Вот так вот подъехать, цепануть. Потом удлинить платформу немножко, насколько это возможно. И вот эту хреновину теперь отцепить и отъехать. Сложная система. Мне как-то больше нравилось, когда сзади лапки трала. Боже мой, лапки, да? Кто-то мне сказал, а пары ли еще кто-то называл. Короче, как только не называли. Не важно. В любом случае, загоняем скорпиона. Ломающаяся рама, да. У меня ломаются глаза от нее, ломаются руки. Мне становится плохо. Ничего не поделать. Кое-как все-таки загоняем это говно сюда. Глушим двигатель. И давайте теперь сканью обратно все это дело подцепляем. Пара-пара-папапапам. Все нормально. Я спокоен. Она подцепилась. И так это не работает, да? Ну и ладно. В общем-то, погнали, перевозим все это дело к нашей лесопилке. Если мы сможем здесь отсюда выехать. Обычно это проблематично. А сейчас смогли, потому что быстро поехали. С разгонщика все дела. Все хорошо. А я, как обычно, заблудился и поехал не туда. Ничего страшного. Такое бывает. Короче, отцепляем вот эту вот хреновину. Давайте ее даже поставим где-нибудь вот здесь вот рядом. Или она сейчас не отцепится. А, она не отцепится. Ладно. Тогда мы снимаем вот эту штуку отсюда. Вот так вот. Отгоняем. Даже чуть дальше. Чтоб оно не мешало. Цепляем низкорамник обратно. Во. Цепанулись. Теперь можно это все дело отсоединить. И знаете что? Мы сейчас включаем автопогрузку бревен. На прицепе сразу же. Чтоб потом не ездить. Будем сразу смотреть, как оно наполняется. Давайте его даже переставим куда-нибудь, чтобы это удобно было подъезжать. Надо как-то все заранее спланировать. Например, вот так вот. Соответственно, будем ввозить сюда бревна. Прямо здесь их пилить. Они будут сразу прыгать. Соответственно, поставим, чтобы оно запрыгивало с правой стороны. Единственное, loading position. Нам надо, знаете, куда переместить. Ровно на серединку 6 метров. У нас же всего 12, да? 6 метров ставим. И будем пилить бревна длиной 11,5 метров. Или 11, если нам здесь не округляется. Я не помню, сколько на этом. У меня модовый, короче, скорпион стоит в паке с какой-то картой. Что он умеет длинное, короче, эти хреновины пилить. Вот. Это дело можно заглушить. И, соответственно, залазим в нашего скорпиончика. Можно вот это меню убрать. И нужно спилить пару деревьев. Только вспомнить еще управление. Боже, как я ненавижу это дерьмо все, а? Так, включаем. А, да. Выбрать длину распила. Да, здесь надо округлять. Так, значит, 11 метровая будет у нас. Ну, погнали тогда попилякаем. Вообще-то на стримах лучше делать. Ну, ну ладно. Сегодня просто необходимость такая возникла. Так-то я это не очень люблю дело. Надо обычно поболтать с кем-нибудь. А то тут комментировать, по сути дела, нечего. И как высоко я его спилил. О, боже. Ну, погнали. Посмотрим. Так, а мы... О чем мы с правой стороны-то я поставил? Воя лошара, а? Наоборот, с левой надо. Я ж на правую сторону ни хрена не кину. Надо слева. Хотя тут и на левую неудобно кидать, если что. Ну, вроде как с горем пополам. А я его сюда дотащил. О, боже, эта ломающаяся рама, она реально напрягает меня. Соответственно, давайте вот пилим и смотрим, будет ли оно запрыгивать, по моей идее. Да. Во, видите, оно сразу запрыгивает. Если его сюда привозить. Хоп. Во, вот такая вот у меня идея была. Ну и сколько тут нам деревьев надо? Деревьев 5, наверное, 7. Где-то так. В общем-то, погнали пилить. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и что ж, я думаю, этого, наверное, должно хватить. Не очень, конечно, толстые они, но длинные. Сколько тут? 6 или 7 деревьев. Я как-то не... Хотя, да, 6 деревьев. Деревья поварены. Можно посчитать это в меню. Я не посчитал. Короче, повезли это все дело на этот самый. На нашу бандарню. Это уже довольно опасное мероприятие будет. Привязываем ремнями. И сейчас главное не перевернуться. Потому что если перевернуться, то это беда. А я очень любитель переворачиваться. В каждой серии я говорю о том, что главное не перевернуться. Потом переворачиваюсь и имею кучу проблем с этим дерьмищем. Ну ладно, погнали, короче. Ну твою же мать, ну ешкин ты кот. Она даже на 20 километрах в час там ей еле ловилась. Как это все надоело, а? Аллилуйя, мы сюда добрались. Так, с авто лоуд ту райд. Так, вставай. На левую сторону выгружаем бревна, которые у нас тут есть. И смотрим, сколько мы сюда их привезли. Это важный, скажем так, момент. 100 кубов. 106. Нормалды. По горло этого хватит, друзья. Нужно еще сюда немножко биогаза привезти. Сколько сюда всего биогаза-то влазит? А, 100 кубов сюда влазит. Значит, бочку привезем. Ну и нормально, слушайте. Все хорошо. Сейчас запустим все это дело. И все будет работать. Здравствуй, здравствуй. Еще раз бандарный цех. Давай-ка выгружаем сюда биогаз. И у нас зашуршало производство. 1000 литров в час у нас производится. Бочка 200 тысяч литров. Насколько я понимаю, одна бочка 1000 литров должна быть. Или две. Не знаю. Увидим уже в следующий раз. Давай-ка мы тебя заглушим. Соответственно, друзья. Уже даже 13 литров что-то произвелось. А, это щепы. А, бочка 13. 3 литра щепы. Короче говоря. В следующий раз мы запускаем с вами пивзавод. Плюс у нас созреет два поля. Гигантских. Одно из них гигантское. И будут у нас здесь уже бочки. И мы, в общем-то, все-таки довольные будем распивать пивас. Так что, друзья. Давайте-ка влепим мне жирный лайкусик за этот видосик. Аж зарифмовал, мать твою. Потому что уже почти пол третьего ночи. А я вам тут видосики пилю. И сейчас я его еще монтировать. Пойду, чтобы завтра утром в 10 часов утра. Или там в пол одиннадцатого. Не знаю. Какая публикацию. Запланирую. Чтобы выпустить этот видосик. И вы смогли его посмотреть. И, конечно же, пишите комментарии. Какие-нибудь классные комментарии. Я люблю читать комментарии. Особенно, если с них можно угарнуть. Так что, как-то так. На этом у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дила. И всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok